доброго времени суток сегодня мы будем вязать с вами пояс на платье на кардиган на юбку все что захотите и так для начала я набираю нужное количество мне воздушных петель но так как я этот пояс вижу для детского платья вы можете посмотреть в этом видео я примерно набрала 300 воздушных петель но сейчас для примера я не буду набирать 300 воздушных петель наберу 20 20 воздушных петель далее теперь мы разворачиваем на изнаночную сторону наши петли и за заднюю петлю то есть вот она у нас на изнаночной стороне находится и вот она вот здесь вот посередине мы будем вязать в нее они в эту петлю вот за эту заднюю то есть сначала я вязала шнуром для того чтобы было по плотнее на итак первую петлю вот эту заднюю пропускаем его вторую вводим крючок протягиваем нить и сразу же протягиваем через вторую петлю снова в эту заднюю петлю и через две протягиваем у нас получится с вами шнурок старайтесь очень туго не вязать потому что я петли набирают туго и мне приходится потом сложновато ну и здесь тоже можно провязать вот у нас получился шнур он со всех сторон получается одинаковым дальше разворачиваемся и набираем 3 воздушные петли 1 2 3 делаем накид и в это же отверстие откуда у нас пошли петли подъема туда же мы провязываем два столбика с накидом но не довязывая вот они у нас теперь мы все три петли соединяем вместе пропускаем 1 2 3 петли в 4 вводим крючок и мы как бы захватываем обе петли петлю полностью то есть за обе стенки захватываем обе стенки переднюю заднюю так будет плотнее ничего вытягиваться не будет таким образом сделали соединение обычно соединительная петля короче говоря снова набираем 3 воздушные сюда же где мы соединили 2 вернее 2 столбика с накидом не довязывая соединили снова пропустили 3 петли и за обе стенки соединили 3 воздушные 3 воздушные 3 воздушные соединили пропустили соединили и снова пропустили 3 вот у нас здесь получается 4 соединила теперь для того чтобы плавно перейти на следующий ряд я вожу сюда в середину крючок и делаю соединительные столбики вот один столбик соединительный нам хватил в принципе снова делаем 3 воздушные петли сюда же где мы делали провязывали соединение снова два недовязанных столбика с накидом соединили далее мы будем соединять уже над соединением предыдущего ряда чтобы у нас было одинаково так соединила снова сюда же раз два соединили над соединением предыдущего ряда соединяем снова сюда же два незаконченных столбика соединения соединения и соединения и ну завершаем вот так у нас получается вот таким образом и тут можно отличить вот это вот лицевая сторона здесь изнаночная теперь мы будем вязать мотив так для начала вязания мотива набираем 6 воздушных петель можно кольцо амигурами воздушные петли подъема и в круг провязываем опять таки столбики с накидом 4 столбика с накидом вместе у нас получится с петлями с петлями подъема незаконченные то есть у нас будет одна вершинка вот у нас 4 столбика в целом соединили 3 воздушные петли снова в кольцо вяжем 4 недовязанных столбика в этом месте а петля в 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не 6 кукурузин, а 8 или 4 или 5. Каждый на свое усмотрение. 3 воздушные петли и соединили. Завершили наш ряд. Следующий ряд. 3 петли подъема. И в арку 2 столбика с накидом со своей вершинкой. 2 столбика провязали. Дальше 3 воздушные петли. И сюда же вяжем еще 3 столбика с накидом. У каждого своя вершинка здесь. Теперь мы здесь петли не набираем. Сразу переходим в следующую арку. Вяжем сюда 2 столбика. Без воздушных петель. 2 столбика связали. И сразу переходим в следующую арку. А тут уже мы сразу же провязываем 3 столбика. Провязали. 3 воздушные петли. И сюда же снова 3 столбика с накидом. Здесь желательно вязать послабее. Потому что стягивается. Будет закругляться. Например, как у меня. Далее. Снова. После завершения 3 столбиков. Мы не провязываем петлю. Сразу переходим на следующую арку. 2 столбика. Также сразу переходим на следующую арку. И тут снова вяжем 3 столбика. 3 воздушные петли. Сюда же снова 3 столбика. И последняя арка. 2 столбика. Завершаем ряд. Соединяем. Вот. У меня получился треугольный мотив. Последний ряд нам необходимо завершить столбиками без накида. То есть в арку вяжем 3 столбика с накидом. Простите. Без накида. А в остальное все петлю в петлю. Вот у нас первая в арку. Второй. Третий. И дальше петлю в петлю. И дальше петлю в петлю. Нитки раздваиваются. Честно говоря, даже не знаю, что это за нитки. Они лежат у меня уже очень давно. Соединили. Таким образом у нас получился такой треугольный мотив. Дальше мы будем вязать рюши. Рюши будем вязать, вернее, не вязать, а завязывать или закреплять в этой нижней части. А так как здесь у нас соединительная петля, и ее все равно будет хотя бы немного заметно. Чтобы ее не было заметно, мы будем вешать рюши именно здесь. Я уже подготовила нитки. Примерно 15 сантиметров 11 штук на один мотив. Вот так вот складываю пополам. Таким вот образом я провязываю, соединяю. Вот так. Это все делается быстро и сложно. Берем вторую нить. Точно так же В следующую петлю Провязываю Третья нить. Провязала четвертую. И продолжаем дальше. После того, как все нитки привяжутся, необходимо будет обрезать длину для того, чтобы она была одинакова. После чего нужно будет мотив соединить с самим ремешком или поясом. Вот так. Вот таким образом выглядит все вместе. Уже готовый, почти готовый вариант. Теперь нужно только отпарить. Ну и все. До новых встреч. Продолжение следует...